Мы отправились в разные уголки нашей огромной страны Я Мускатина Катя С вами Александр Сметовский Я зовут Иван Чтобы исследовать многонациональную культуру народов, живущих в России Это проект о людях О большом количестве прекрасных людей, которых мы встретим С которыми поговорим Попробуем их кухню Изучим их традиции и язык Примерим костюмы А главное, расскажем о дружбе между разными народами Трое ведущих Одна большая страна и десятки удивительных народов Это проект Национальность.ру Друзья, я нахожусь в месте, где 230 рек и более 130 высокогорных озер А еще здесь очень вкусно кормят Я в Карачаево-Черкесии И именно отсюда мы начнем наше знакомство с черкесами Черкесы – коренной кавказский народ, чья культура основана на рыцарстве Кто они и как живут сейчас? Узнаем в этом выпуске Сразу отмечу, что черкесы – это иноназвание адыгов В республике засчитывается около 73 тысяч человек Черкесы – это один из самых древнейших народов Кавказа Который обладает самобытной, богатой культурой, сохранившейся до наших дней Предлагаю сейчас подробнее узнать историю черкесов Черкесы, которые здесь проживают, они носят названия, которые общие для всех черкесов мира Адыги, как мы себя называем, были разбросаны по всему миру Это 12 племен черкесов, среди которых и кабардинцы, и субэтносы адыгейцев Именно здесь родился первый российский министр юстиции Юрий Хамзатович Калмыков Который создал гражданский кодекс, по которому сейчас живет вся страна Именно здесь стоит памятник матери черкешенки Которая первой в мире создала прививку от оспы Обычными колючками, прививала маленькими дозами оспу И тем самым создала вакцину У нашего народа есть объединяющие факторы Это знаменитая на весь мир черкеска, которая получила название благодаря черкесам Это не просто черкеска, это вся амуниция, которая сопряжена с ней Это все то, чем гордится черкес Род, который разбросан территориально сейчас по разным республикам У них общая история, у них общая суть, у них общие обряды и традиции У них общий язык, на котором они понимают друг друга Начать свое знакомство с черкесами необходимо с высоты птичьего полета Чтобы разглядеть все красоты Есть прекрасное для этого место башня Адиюх По легенде, в этой башне жила княгиня Адиюх со своим мужем Помимо небывалой красоты, она отличалась уникальным даром Руками, излучающими яркий свет и озаряющими все вокруг Ее супруг Псабида промышлял набегами на соседнее селение А Адиюх по ночам освещала ему путь домой Однажды супруги поссорились, и княгиня не вышла осветить путь обидчику Князь погнал лошадей по мосту, через бурлящую реку Но в кромешной темноте рухнул вместе со всем стадом вниз и утонул Адиюх винила себя в смерти любимого От горя и отчаяния била она руками по скалам А ее алая кровь навеки обогрила неприступные горы Музыка – это отражение души национальности И для того, чтобы она заиграла громкими и красивыми нотами Нужен специальный музыкальный инструмент Здесь это шичапшин Шичапшин – это традиционный инструмент черкесов Шичапшин означает первая часть слова шича – конский хвост Вторая часть указывает на то, что это музыкальный инструмент Получается музыкальный инструмент из конского хвоста Как вы думаете, в моих руках возможно, что он зазвучит? Если желание есть, все возможно Так, я правильно, да, делаю? Да, правильно Так, ну попробуем Вот, ага, да Боже, тут столько тонкостей То есть постановка пальцев Как правильную струну взять Третья, вторая или главная будет Или вторая В общем, это не очень-то простая задача Научиться играть на шичапшин Даже выговорить-то сложно, понимаете? Не то, что научиться играть Пока я пытаюсь овладеть шичапшином Я предлагаю вам послушать, как на нем играют настоящие музыканты Движение кавказских танцев всегда демонстрирует горячую кровь, строгие правила А вот у черкесов есть еще характерный шаг вперед Попробуй ему обучиться Прямо сейчас Правильно, сначала можно надеть эту шапку Так Вот так она называется Надевая попаху Как сказать Уже символ вот этого горячего такого танца Что делаешь? Встать на пол пальца прямо вот так На пол пальца, ребята Твердо смотреть прямо и шагать вперед Раз, два, три, четыре Руки прямо Два, три, четыре Не сутулься Не сутулься? Два, три, четыре Друзья, с виду может показаться все очень простым На самом деле все намного сложнее Я думаю, стоит довериться профессионалу Субтитры сделал DimaTorzok Это торжественное платье, которое надевается на свадьбу На один из этапов свадьбы У черкесов выводится невеста из дома Именно вот в этом платье Абсолютно каждая бисеринка Каждый стежочек все выполняется вручную Костюм, конечно, тоже приобрел новый характер, новые черты Он снова стал модным Одно такое платье с таким объемом ручной работы В среднем занимает месяц Это детский национальный костюм Он более классического такого цвета И к каждому платью имеется свой головной убор Подходящий по цвету и по стилю Это один из вариаций головного убора Кавказские узоры вообще, в принципе, различаются Костюмы могут иметь примерно похожий характер Но сами по себе узоры традиционные У каждого народа свои У черкесов отличается орнамент Он более растительный, он более упрощенный И в нем меньше линии Схожести проявляются в цветах В крое, А-образной крое Длинные рукава, шапочка, нагрудник, пояс Вот они у большинства кавказских народов Очень похожи Это военный костюм Костюм всадника Тут все имеет свое значение Ничего лишнего здесь нету И оружие И боеприпасы Рукава удобные Пол тоже удобный Чтобы сесть верхом на коня Спуститься Рукава Они длинные Это имеет значение Когда рукава подняты Это мы готовы Как бы к войне К поединку Вот так Если рукава опущены Мирно Это хорфата Из шкуры ягненка делают Шапка у черкесов имеет очень большое значение Раньше черкес без шапки при людях не выходил У нас есть такая поговорка Шарпсома паашшажа Если голова целая Обязательно должна быть шапка О черкесском языке мы поговорим с очень уважаемым человеком Почетным работником общего образования Российской Федерации Преподавателем черкесского языка Черкесовый Россия Исмаиловна Расскажите пожалуйста Вы человек популярный Уважаемый Про черкесский язык Знаете абсолютно все Откуда он пошел И откуда он берет свои корни Кавказская языковая семья Наша ветвь Это абхазо-адыгская языковая семья Разветвляется две ветви Это абхазская и адыгская Адыгская в свою очередь опять-таки делится на три ветви Это кабардино-черкесский, адыгейский и убыхский А представители всех этих народов Они могут друг друга понять изговаривания на родных языках? Черкесцы, кабардинцы и адыгейцы разговаривают и понимают друг друга в основном Потому что корень слова у нас один Там меняются только аффиксы Префиксы и суффиксы меняются Какие есть такие особенные моменты в грамматике адыгского языка? Ну у нас в адыгском языке нет, например, категории рода У нас нет мужской и женский пол А как получается? Да, у нас вот так Потому что у нас обращаются Показывают свое уважение к мужчинам и к женщинам по-особому, а не словами То есть действиями словами Действиями Это важнее Да Точно так же у нас нет обращения вы На вы у нас не обращаются Точно так же, потому что это наш народ Это единственный народ, который имеет особое отношение к старшему полу Даже мы не имеем права говорить «упсоу» старшему А «упсоу» это что? «упсоу» это же «вень» Ну благодарность Благодарность, вот что-то человек тебе сделал, да? Мы говорим «упсоу» Но если я младше того человека, к кому я обращаюсь Я не имею права говорить просто «упсоу» Потому что я меньше не обладаю возможностями говорить жить или не жить Вы можете мне научить парочке важных слов или фраз? «Адгэбзэ» Ну это наш язык, на родном языке звучит «адгэбзэ» «Адгэбзэ» «Г» «Адгэбзэ» «Адгэбзэ» Вот Есть у нас слова, мы скороговорки Скороговорки Ну, например, вот «Пжр пызу пыту шату жюх» «Пжр пызу пыту шату жюх» «Пжр пызу пыту шату жюх» «Пжр пызу пыту пыту пызу пызу шату жюх» Вот Скороговорки Что я сказал сейчас? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро А мудрее ходить в гости к черкесам Потому что гость на всем Северном Кавказе В доме самый главный человек Вас не будут спрашивать, зачем вы пришли Вас будут кормить и поить И все это на протяжении трех дней Я хочу познакомиться поближе с таким гостеприимством Кавказа Обычно гостей угощали на традиционном черкесском столике «Ане» Который больше похож на поднос с ножками Делалось это, чтобы не убирать перед гостем еду А уносить сразу весь стол И менять его на другой с новыми угощениями У нас был дом кунацкий Мы говорим «хажаж» для путников Там всегда и постель И все, что связано с умыванием Любой путник при дороге мог заехать Никого не спрашивая ни разрешения, ничего Мог он туда заселиться И три дня, три ночи там гостить И хозяин даже не спрашивал откуда, куда, зачем Особенности черкесского жилища в построении Они должны быть обязательно повернуты лицом, входом на восток или на юг, или на юго-восток Ни в коем случае на запад и на север У нас обычно, в нашей местности, обычно дожди идут с запада, с севера Наши предки додумались до того, чтобы наша крепость, это наша мобильность И придумали легковозводимые дома, турлучные Сверху ложат камыш соломы, то, что у нас везде растет Прутья из орехов, турлучные дома делают Пилины обмазывают, легковозводимые дома Там тепло, уютно, летом прохладно, зимой тепло Конь в жизни черкеса играет очень важную роль, я бы даже сказал главную В некоторых старых песнях слово «спешиться» означает «быть убитым» А сейчас я предлагаю увидеть этих красавчиков в деле По-черкесски лошадь это «ш», это обозначает, вот мы брата называем «ш» и «ш» тоже Это два значения имеют одно слово, это и лошадь, и брат Кабардинская лошадь крепка на ногу, в первую очередь И вынослива, и резва Она никогда не ковалась практически, потому что крепкие копыта Его воспитывали так, что она не боялась Здесь лепесток, он широкий, не причинает боль Я могу его ускорить и все только словами Человек должен доверять лошади как самому себе Чтобы он делал все команды, выполнял все команды И поэтому его никогда не бьют Никогда не били и никогда не привязывали Он душой свободен, поэтому он не боится Он выполняет все команды Князь свою лошадь всегда сам чистил Хотя и слуги были, но все равно сами мыли, сами чистили Чтобы он знал, какая у него лошадь Какое у него снаряжение Был бум один, когда все бросили Когда уже лошадей не разводили практически как А сейчас уже молодежь, она втянулась Она очень хорошо ухаживает за лошадьми Они заинтересованы И в скачках, и в дистанционных конных пробегах Они много участвуют Я занимаюсь изготовлением сёдио Черкесских сёдио Здесь арчак деревянный И подушка Чтобы человек, всадник Не уставал Потому что если всадник устанет Лошадь тоже устанет Черкесские стремена здесь Они особой формы Они не узкие, не широкие И вот в них очень удобно Здесь кожа сыромятная Здесь нет ниток Вместо ниток используют козья шкура Она тоже обрабатывается особым образом И нарезается на узкие полоски И они очень крепкие Всегда украшали седло серебром, латунью Очень красиво, чтобы приятно было ездить Смотреть У черкесского седла три подруги Две подруги держат арчак И середина полностью Все седло Потом идет подушка Она тоже прошита козьей шкурой В походе, например Использовали как спальник Это подкладывается сюда Это вместо подушки Спина И туловище не касается земли Ноги не так Накрываются буркой И все Такое седло именно с серебром Полностью Около полутора килограммов уходит И оно будет стоить не меньше 500 тысяч рублей Это седло, оно есть Я видел седло, которым и по 100-200 лет Это еще достанется внукам-правнукам С чем же у нас ассоциируются черкесы? Ну, во-первых, это черкесская порода лошадей Буйные, очень выносливые красавчики И одежда Мало кто не знает, как выглядит черкесска Ведь ее носят и казаки, и практически все народы Северного Кавказа Если вы, кстати, посмотрите наши предыдущие выпуски Вы в этом сможете убедиться сами Черкесское застолье – это настоящий ритуал В традиционных семьях за одним столом и даже в одной комнате Не могли находиться вместе мужчина и женщина Поэтому, когда организовывались большие события Отводилось аж 5 залов Умеют черкессы гулять Но хочется все-таки познакомиться уже с национальной кухней Черкесская кухня хорошо сбалансирована Например, джед-щипс – густой соус или рагу с курицей Его особенность в том, что готовка ведется на топленом масле А, например, у абазин его готовят на сметане Правильное понимание? Смотря на то, что это блюдо очень жирное За счет того, что все это в совокупности дает очень такой сбалансированный эффект Это можно считать правильным питанием Правильное питание, конечно, правильное питание Потому что вот этот жир убирается сразу кукурузой А вот что это за блюдо? Теперь перейдем вот сюда Называется хуэй-жапха То есть хуэй – это сыр Все это правильное питание За исключением вот этого блюда, то, что мне напоминает чебурек Да, чебурек чуть-чуть напоминает, но там слоеное тесто делается А это не слоеное тесто Начинка, опять же, сыр там И вот сейчас, Вань, пойдемте, я вам покажу Это у нас называется каштама Тоже из пшеничной муки делается Как ворос, только чуть-чуть, знаете, нежнее и как будто рассыпчатее Это называют еще чак-чак, но у нас это тхавхалё Самое интересное – вот это блюдо Так, да, потому что выглядит очень красиво Да, это тоже халё То есть это тоже самое шипс? Но уже на сиропе Очень-очень вкусно Десерт потрясающий Еще как красиво выглядит, обратите внимание Если вы будете на Северном Кавказе Вы просто обязаны принять участие в таком праздничном застолье Да, и попробовать халё Обязательно Подводя итог моего знакомства с черкесами Хочется узнать, а что же у нас общего? Ну, во-первых, у народов адыгов, а это черкесы, адыгейцы, кабардинцы и шапсуги Общего очень много, об этом мы уже не раз рассказывали в сегодняшнем выпуске И в целом у народов Северного Кавказа очень похожи обычаи, традиции, культура и даже кухня Вы можете встретить одинаковые блюда, но называться они будут по-разному Народ богатый своей культурой и обычаями Земля неописуемой красоты Сюда хочется возвращаться снова и снова Чего я вам и желаю Если, на первый взгляд, вам кажется, что мы очень разные То познакомишься поближе, вы поймёте, что у нас много общего Это проект Национальность.ру Меня зовут Ваня Чуйков До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова